Здравствуйте! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И сегодня у нас в гостях актриса, которая получила бы титул «Мисс Улыбка», если бы мы раздавали звание. Вы же Наталья Харахорина, она всегда очаровательно улыбается. Приветствую вас! Здравствуйте! Почему? Это какая-то вот часть так называемого имиджа или это от природы? Я думаю, что и то, и другое. Ну, начнем с того, что когда я поступила в театральный институт к Хоршуну Виктору Ивановичу в Щепкинское училище при Малом театре, а педагог у нас был, известно, очень строгий, который нас сразу запугал и рассказал, как нам тяжело будет в профессии, и как надо много ограничивать себя во всем. И в частности он сказал, знаете, эти все ваши страдания, переживания, это вы все вот переступили порог театра, все оставили там, все оставили там. То есть улыбаться все время? Да, да. Вероятно, это упало на такую подготовленную почву или плодородную, или не знаю. Ну, в общем, попало туда, куда надо. Может быть, я и от природы была, наверное, может быть. Девочкой? Да, девочкой достаточно. Не знаю, не помню, не обращала на это внимания, естественно. Вот. Но когда мне еще и сказали, давай, именно так и только так, то, наверное, я это взяла себе на вооружение. Ну, действительно. Я вот удивился, потому что отсматривал ваши беседы с коллегами, интервью, и даже когда вы рассказываете о каких-то, ну, не самых радостных событиях в вашей жизни, о предательствах, о безменах, все время с такой улыбкой. Я думаю, что это? Это такое послание кому-то? Или это защита? Или это вот просто всегда так? Ой, ну, это слишком серьезный, конечно, вопрос, чтобы на него так вот в двух словах ответить. Потому что я понимаю, что у нас не про это, наверное, разговор будет. Но это, знаете, наверное, такое... Ну, ведь слава богу, что мы живем на этой земле. Слава богу, что она есть, и надо жизни, и надо, в общем, благодарить Бога, и надо пытаться, как бы, жить с улыбкой и с радостью, и т.д., и т.п. И поэтому все, что было, оно было. Хорошо, что оно прошло. Я просто считал, что когда человек улыбается, у него там вырабатываются какие-то эндорфины, что даже рекомендуют, что если человек вот чувствует, что он заболевает, надо подойти к зеркалу и вот заставлять себя улыбаться. Говорят, поэтому нельзя маски носить, потому что под масками никто не улыбается. Это да. Но я вам должна сказать, вот очень интересно, вот сейчас мы все в масках, в очках, и когда я, допустим, захожу в магазин, и мне говорят, ой, как приятно вас видеть. Узнают. Я искренне, я не радуюсь, я просто говорю, ну как можно меня узнать? Как меня можно узнать в очках, в маске вообще? Они говорят, ну вот что-то, вот что-то такое. Но я понимаю, узнают по голосу. Но когда вот это все закрыто, как можно узнать? Узнают. А наоборот, когда без маски или в таком месте, где должны бы узнать, не узнают. Бывает же такое? Ой, что только в жизни не бывает. Обидно? Нет. Нет, не обидно. Нет, не обидно. Потому что, знаете, мне часто журналисты в былые времена задавали вопрос. Сейчас я езжу на машине, давно уже сама за рулем, как-то на машине, такси там. А как было же времена, когда я ездила общественным транспортом. Ну, как и все. Да, как и все, и жила около метро. И мне журналисты говорили, а как вы ездите в метро? Я говорю, нормально. Настолько все в себе, они даже этого не замечают. И потом, я поняла по себе, если я хочу, чтобы меня узнали. Вы включаете, да? Меня узнают, да. Потому что прямая спина, улыбка, глаза. А если ты вся вот такая вот, ну, тебя никто и не узнает, и не признают, и решат. Решат, часто люди не могут поверить, что ты – это ты. Да, что это та самая Наталья. Да, да. Вот я говорю, у меня был случай, правда, это было давно. Очень смешно, но у меня было, наверное, плохое настроение. Около метро, у нас около дома, я жила на университете. Они продавали с машины, продавали овощи, фрукты. Раньше машины приезжали и продавали все. И вот там наверху стоит девушка. И я подхожу и говорю, ну, там мне, типа, килограмм, типа, картошки или яблок. Она смотрит, просто обалдевшая на меня, и не может понять. И потом говорит, ой, вы так на артистку похожи. На что я без тени улыбки. Я говорю, ну, конечно, артистки же сами в магазин не входят. Она говорит, да. И так я ее с этим оставила. То есть она не может поверить, что я у нее с машины могу покупать картошку. Ну, я же питаюсь, я не знаю чем. Фиалками, да. Да. Вот. Поэтому таких случаев очень много было. И меня это никогда не смущало. Часто люди просто подходят, говорят, ой, здравствуйте, вот просто извините, ничего. Только здравствуйте, вот приятно вас видеть, здравствуйте. И все. Кто-то замечает, кто-то не замечает. Молодежь сейчас, они все-таки сидят в интернете, они кино смотрят американское, поэтому, ну, кто-то, конечно, у кого правильные родители и смотрели кино, и они пробегая, наверное, родители смотрят телевизор, они пробегая мимо так заметили какое-то лицо, потом, о, лицо знакомое. Кстати, дети чаще узнают, вот особенно за границей, да, у родителей, у взрослых не соединяется как-то так, как это тут, вот, а ребенок, он сразу видит. Вот это удивительно, они такие наблюдательные, они сразу так, артистка в другой стране. Видите, вот забавно так, вообще жизнь интересная штука. А когда это вот началось, вот это вот отцифровывание, узнавание, вы помните, когда вот первый раз, после какой роли? Да, вы знаете, вот у меня же, видите, как получилось так, что я с пиратами, с такой картиной вошла. Это не первая была ваша картина? Это первая нашумевшая? Ну, она, ну, это почти сразу, это вот они там все рядышком, потому что меня, я когда поступила в театральный институт, меня очень много приглашали сниматься. Ну, вам же нельзя, да? Ну, мне нельзя было, запрещали. И уже за четыре года на меня уже на студии там махнули рукой, потому что говорили, Харахарина, что ее пробовать, она все равно, сниматься не будет. И все равно. И просто вот уже, уже сказали, не надо это, уже не надо с ней связываться, она не будет. И вот как только я закончила, я сразу вот снялась на студии Горького, там в одной картине «Предательница», но она, она была слишком современная на тот момент, ее так, как у нас говорят, не то, что на полку положили, а она так прошла третьим экраном, тихо, спокойно, ее никто толком не видел. Вот, вот она была самая первая «Предательница» Никиты Хубова. Вот, а потом была безбилетная пассажирка, она тоже такая, тоже я начала сниматься, а потом мы уехали в экспедицию, погоды не было. Я просидела там какое-то время очень долгое, мы сидели с Догилевой, значит, это была первая картина тоже, у нее роль в картине. Вот, мы сидели в экспедиции, не работали, не работали, потом меня позвали, Еланская, возвращаясь в Москву, вообще играть спектакль надо, репетировать. И я бросила съемки, у меня получилась такая, роль так началась, началась, потом экспедиции не было, потом опять досняли немножко московские павильонки, ну такая вот. Вот, а потом пираты. Вот, когда поступило, ну, приглашение в пиратах сниматься, начались съемки, вот было ощущение, что это прям вот будет бомба? Нет? Ну, нет, конечно. Это, конечно, очередная какая-то работа, да? Абсолютно. Когда это выстрелило? Это выстрелило сразу после премьеры или было... Мы вообще не могли понять, вот на самом деле мы, когда вот начались уже показы, и мы ездили, тогда это практиковалось, мы ездили по кинотеатрам и перед сеансом, значит, говорили, здрасте, это мы. И вот мы тогда поняли, что что-то такое началось. Потому что я помню, как мы, вот было озвучание, значит, мы озвучивали, я помню, как мы с Колей Еременко стоим перед этим экраном, тогда еще записывали по-настоящему кольцо, значит, экран, вот, и мы стоим, смотрим на эти красоты, этот кородак, этот новый свет, царский пляж, мы смотрим, смотрим, и Коля говорит, юма, как же мы хотели в Москву, как же нам эта красота-то надоела. Вы хотели, да, встретить? А сколько там присидели вы в Крыму? Ну, три месяца. Три месяца. Три месяца. Ну, это летние были же летние часы. Да, мы начали снимать в самом конце марта, я запомнила очень хорошо, потому что это были детские каникулы, последняя неделя марта. Вот мы начали снимать в конце марта, май, июнь, июль, и я 1 августа летела в Москву, это я помню. Ну, там еще, может, какие-то досъемки остались у кого-то. Крымские вы там сидели. Да, да, мы были все, мы там, поэтому у нас там и Новый свет вот много снимали, и в Карадаге снимали, и в Ялте, и под Севастополем, и под Гурзов. Ну, в общем, Крым, любимый, красавец, наслаждение, но мы хотели в Москву. Ну, просто вообще, я помню, мы завидовали, там у нас был Витя Гордеев, который играл в Театре Муссовета спектакли регулярно достаточно, и вот он летал, на один там два дня его отпускали, и мы так, Витя, ты в Москву, как же здорово, вот, а мы тут сидим. Ну, понимаете. Весь материал с вами вошел в ленту, или что-то осталось? Нет, конечно, нет, как обычно, как обычно, снимается, а потом режется, и как чаще всего артистам кажется, что, конечно, самое-то лучшее. Самое вкусное, да, не распробовали. Ну, да, 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 ну, это наша боль, наша актерская, зрители нас не поймут, конечно, это мы страдания, страдальцы. Я так понимаю, что Нигматуллин, который получил такое негласное звание секс-символа после премьеры, потому что, в общем, такой, конечно, кратист, красавец, вообще, восточный. Ухаживал? Да, ухаживал. Ну, мы же все были молодые. Ну, да. Естественно, началось, началось это ухаживание. Да, химия, а как же, куда же? Тем более нас, девочек-то мало, что у нас там было две. Нет, ну, у нас все артисты-то какие, то есть мужчины-то наши все красавцы, все национальные. Я помню, я пошутила, значит, нашему режиссеру, я говорю, ближе к концу картины, наверное, я говорю, Борис Валентинович, знаете, а у нас грузина нет. А он говорит, ты любишь грузин? Он сказал. Я говорю, нет, ну, я посмотрю, осетины есть, армяне есть, а грузина нет, казахи, узбеки. Какого у нас, ну, полный набор у нас просто. Интернациональный, да. Да, это же было, опять же, очень, я много это рассказывала, наверное, я помню, как мы, значит, сидели в экспедиции в Судаке, и вот свободный день, жара дикая, и мы пошли на пляж, на городской пляж обычный. И вот мы две девушки беленькие, Майя Эглита из Риги и я, и вот этот наш разноцветный состав мужской. Как молодой муж может отпустить красотку, жену в Крым на четыре месяца? Я вообще не понимаю, это просто надо перед этим заявление на развод подать, потом уже отпускать, мне кажется. Ну, да, ну, мы молодые были, молодые, и, в общем, конечно, это грустно все, и на картине тогда, и мы потом расстались, как раз после картины, но, опять же. После пиратов вы расстались? Да, да, просто на пиратах это все и произошло, да. То есть, ну, у него роман с Гундаревой начался как раз? На пиратах как раз. Как раз на пиратах и начался? Да, как раз я была в Ялте, а они были на гастролях в Ленинграде, на которые я должна, мы планировали, что я поеду в Ленинград тоже с ним на гастроли, вот. Ну, я поехала сниматься. Ну, это судьба. Вы, когда говорили о коллективе, на данной ленте, отметили, что там снова мужской был коллектив. Для вас вообще имеет значение с мальчиками или с девочками работать? Ну, если мы говорим о бессистентах, режиссерах, о режиссерах или этот параметр гендерный вообще не работает? Ну, мне все равно, конечно, все равно. Раньше просто в основном, вот, в советские времена все-таки там было больше, режиссеры были мужчины, а вот вторые режиссеры там, это были женщины. Вот, и в основном, и когда вдруг второй режиссер мужчина, то это там странно, вот у грамматиков у него мужчина был, там еще на какой картине там мужчина. Я очень их уважал, и этих вторых режиссеров, потому что они какие-то такие деятельные, профессиональные, вот, внимательные, ну, четкие, то есть все. Ну, и женщины тоже такие бывают. Нет, ну, не важно. Главное, чтобы специалист был хороший и чтобы... Вот, хочу уточнить, чтобы специалист или чтобы человек был хороший? Что важнее, чтобы он был профессионал или чтобы вот он не был так вот сволочью вообще, или там был бы в порядке? Что вот здесь вот на этих лесах? Ну, конечно, желательно бы, конечно, и то, и другое. Ну, это понятно, да, но если выбирать, то пусть лучше человек хороший будет или профиль? Сложно, конечно, приятнее, когда человек хороший. Я согласен, да. Ну, конечно, но если он хороший и делает все время накладки, то это тоже плохо, тоже плохо, поэтому... Но с неприятным человеком тяжело работать, тяжело. Согласен, да. У вас есть или, может быть, был вот то, что называется мужской типаж? Ну, что определенный вам, ну, не знаю, там, голубоглазый брюнет там или рыжий карлик, вот, есть такое? Ну, да, судя по моим вот личным историям, у меня такие нравились, как на нашем театральном языке, такие социальные герои. Не лирические герои, а социальные герои, то есть высокий, какой-нибудь там русо-светловолосый там какой-нибудь, ну, так все в порядке, конечно, светлые глаза. Да, но потом вкусы стали меняться, но это было долго, это было долго, долго. А долго это было, и это со школы был вот этот типаж или нет, вы не вспомните? Нет, я... Нет. В школе мне другие нравились. Вот первую влюбленность помните школьную свою? Кто это? Так я в артистов влюблялась. Ну, это не считается, это Ален Делон не пьет одеколон там на плакате, ну, были же какие-то школьные увлечения, неужели не помните, кто был? Ну, там были... Первый поцелуй, вот. Ну, был мальчик какой-то, не помню, не помню, не помню. Я думаю, что я, как бы, вся сдвинута была на театр очень рано, очень рано я увлеклась театром. А в кого были влюблены, вы говорите, влюбленности были в артистов? Ну, я постесняюсь сейчас. Да ладно, что ж стесняться-то? Ну, что такое? Нет, я сейчас на весь, вообще всю страну скажу. Конечно, конечно, скажете, да. Ждем. Нет, нет, Наташа. Ну, хорошо, хорошо. Нет, я, конечно, самую главную свою влюбленность, я не скажу. Скажу, скорее, вторую, просто потому что можно рассказать историю. Значит, Женя Кендинов, герой, и вот его фильмы, и он мне, конечно, очень нравился. Я городской романс, я смотрела несколько раз, именно городской романс Тодоровского, несколько раз школьницей, ходила, страдала, вообще очень мне нравилось. Вот, и очень забавно, значит, потом нас судьба очень быстро свела. Я закончила институт, и мы стали у Еландской репетировать спектакль. Он, я, Женя Симонова, там, ну, в общем, и мы репетируем, и я его очень стеснялась. А он все время что-то подкалывал, подкалывал, а я прям вся вот трепетала. Потом прошло какое-то время, я говорю, Женя, ты мне так нравился, а ты меня подкалывал. Он говорит, ты была такая свободная, я даже не мог подумать, что тебя это ранит. С улыбкой, да. А я говорю, ты не представляешь, как мне, потому что я на тебя на экране смотрела, я, можно сказать, влюблена в тебя была, а ты тут мне шпильки какие-то во время репетиции. Ну, ничего особенного. Артисты же все время подкалывают друг друга, и неизвестно, кого это обижает, кого это трогает, а кто это так же воспринимает и так же может ответить. Но, опять же, неизвестно, что у него внутри. Вот он в данном случае, я помню, что я прям, и он так был растерян, Кендинов. Ну, а так мне, я на Таганку уже ходила. Я считаю, Таганка это мои университеты, как я для себя определила. Да, я там с седьмого класса залипала, как говорят сейчас, на Таганке, смотрела, все мне нравилось, всех любила. Все, ну, восторг просто это. Просто мои университеты. Я на Таганке узнавала то, я очень любила читать, много читала, но меня никто не направлял. То есть я приходила в библиотеку школьную, и меня просто запускали, выбирая, что хочешь. Ну, просто вот так, да, ко мне так относились, что ну иди, иди там, походи, погуляй, возьми. И я думаю, что если бы был какой-то рядом человек, который сказал, вот возьми вот эту книжечку, вот эту книжечку. А мне же такого не говорили. И я брала, ну, что, куда глаз падет, попадал куда-то туда или не туда, это неважно. И когда я попала на Таганку, а это все-таки, мы знаем, что это все-таки, прежде всего, был литературный театр. И я там, я узнала новых авторов, которых я не знала. Я узнала новые слова, ну, потому что послушать Вознесенского, это же вообще, это же, я же потом пыталась понять, что это за слово. Я пыталась вычислить, вычленить его, что оно значит. То есть это была такая работа мозга такая. И поэтому я очень благодарна Таганке, что она меня так вот воспитывала. Вот просто, ну, я думаю, что многие, наверное, ну, я вот особенно, я благодарна. Потом уже, когда я уже стала артисткой, я, кстати, показывалась, мы показывались, ну, когда заканчиваешь театральный институт, то мы договариваемся и показываемся в театры, ну, чтобы нас взяли или не взяли. И я помню, я пошла на Таганку, мы пошли курсом, показались, и я понравился Юрию Петровичу. Любимова. Да. И он мне говорит, приходите. И вот я тогда с собой долго разговаривала. Поняла, что я как артистка в театре на Таганке у любимого работать не хочу. Так? Да. Мне этого мало. Однако. Да. Да. Потому что это театр режиссерский. Это театр... Да, мне, как зрителю, это очень интересно, познавательно. Но я понимаю, как актриса, мне надо больше. Мне нужен другой театр. Вот. Я так вот тогда... И я не пошла. И потом... Потрясающая судьба меня испытывала. И потом... Это было начало лета, ну, наверное, как это весна, там мы показывались. И потом в конце лета мы сталкиваемся на улице с Любимовым. И он мне говорит, приходите, у нас вот сезон открывается, вот там, как числа. То есть вот... Ну, и не пошла. Не пошла. Вот. Ну, я не жалею, потому что я же сама, это мое решение было. Это мое решение. Вот. Я потом эту историю тоже... Мы репетировали как-то спектакль с Бортником, с Иваном. И я ему потом рассказывала эту историю. И он мне так стал... Говорит, в каком это году было? Я ему сказала. Он говорит... И он мне сказал, тебя бы сожрали. Вот. Значит, чуйка подсказала, что не надо ходить. И решение было правильное. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому. И он мне совсем объяснил. Я говорю, понятно. Ну, вероятно, вот так вот, короче. Наталья, мы подошли к финалу. Уже? Да, заметьте, что я, в отличие от большинства моих коллег, не стал расспрашивать про то, как Гундареву увела вашего мужа. А финишируем мы вот, как у нас есть золотая рыбка. Это карась китайский, зовут его дядя Володя. И гость загадывает желание какой-нибудь у золотой рыбки, как и положено. Какое будет, Паша? Желание мое. Да. О, так, сейчас скажу. Вы знаете, это мысли последнего времени. Значит, лет 30, как мы, вся наша страна, все наши люди, открылись границы, и люди привыкли ездить. Ездить много. И за эти годы, по возможности, кто копил на Турцию один раз в год, кто ездил чаще, я всегда радовалась, что у меня есть возможность. Я люблю гулять по городам Европы. И я всегда знала, что когда мне будет не в Моготу, когда мне будет не по себе, я могу взять билет и поехать куда-нибудь и где-то погулять. Когда закрыли границы, первое, что я сказала, у меня отняли мечту. Мечту отняли. Я не могу даже об этом уже мечтать, что я могу пойти, взять билет и поехать куда-нибудь погулять. Так вот, дядя Володя, или дядя Володя, карась, рыбка Володя, сделай так, чтобы наши мечты, исполнение наших мечт, зависело только от нас. Прекрасно. Прекрасно. Огромное вам спасибо. Как я вас понимаю. Спасибо большое. Ну, спасибо. Спасибо.